Очереди в поликлинике об устройство дворовых территорий, дефицит коми-учебников. Эти вопросы были в центре внимания на юбилейной 20-й отчетно-выборной конференции Эжвенского представительства Коми-Войтер. По словам председателя отделения, многие вопросы сегодня удается решать оперативно, но есть и те, над которыми активисты бьются не один год. Елена Кононова продолжит. На юбилейной конференции Эжва-Сакумия все внимание на гения Горчакова. Именно он 20 лет назад собрал самых инициативных жителей Эжвы. Тогда у всех глаза горели, вспоминает активистка Лидия Александрова. Именно ей пришлось вести самую первую конференцию. Докладно целых 4 страницы написала. Всю ночь готовилась, а сестра еще и на куми язык перевела. Тогда конференции проходили с особенным вдохновением. А сегодня делегаты будто спят, никому ничего не интересно. А тогда все бурно обсуждали от всего сердца. Помню, как Головина выступала, Анна Лопарева, врач-инфекционист. И все после первого съезда были так вдохновлены, за все переживали. С той первой конференции основные цели делегатов мало изменились. Как и тогда, сейчас в центре внимания популяризация родного языка среди детей и молодежи. Но если 20 лет назад в ВИЖе был только один русскоязычный детский сад, то сейчас ситуация противоположная. Куми язык изучает малышей всего трех дошкольных учреждений. Даже в местном центре комикультуры некоторые специалисты на мероприятиях коми-приветствия читают по бумажке. Воспитательница одному из детских садов Нина Зайцева вспоминает, как привела в центр своих воспитанников. Я бы, конечно, хотела, чтобы нас встретили по коме. Здравствуйте, дети, вы перешли в центр комикультуры. Но этого не случилось. Ведущая с листочка прочитала Виджа Оланет. Мы на этом развлечении комикультуры не увидели. Впрочем, по словам директора центра, это был единичный случай. На самом деле в учреждении разработана большая программа, посвященная комикультуре. И специалисты тесно работают с активистами Эжваса КомиЭс. Еще один давний вопрос – нехватка врачей в Вежвинской поликлинике. Члены Коми Войтер не раз встречались с представителями медучреждения, пытались вместе найти выходы ситуации. И вот дело сдвинулось с мертвой точки. В настоящее время мы обучаем в интернаторе 6 докторов. Три из них терапевта, два невролога и один врач-эндокринолог. 10 человек студентов мы обучаем в различных вузах, также в нашем СГУ. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие, я все равно жду 2-3 года переломных моментов, мы активно выходим на ярмарки вакансий, ездим в вузы, входим в наш СГУ, в медицинский институт, активно работаем с медколледжем, поэтому приучение молодых специалистов проходит хорошо. Свой сайт, различные акции по популяризации КомиЭсэка, сквер Куратово, надпись на двух языках при въезде и выезде из Эжвы, тренажерный комплекс парковой зоны – это малая толика того, что сделали активисты за последние 4 года. Но список того, что еще предстоит сделать, тоже солидный. Сегодня у нас в шестых классах начали учить Коми-языку, а учебников не хватает. Сегодня начали строить каток и неизвестно, что будет дальше. Будет республика помогать или нет, Эжва и город сами не справятся. Стройку не остановили, но надо напомнить, чтобы не забыли. А еще вопросы защиты экологии, обустройство дворовых территорий и парков. А все эти проблемы активистам предстоит решать уже в новом сезоне. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган.